Ложка дегтя в бочку меда летних отпусков. Сегодня в Астане более 150 человек не смогли вылететь в Турцию. Людям пришлось ожидать рейса больше 12 часов в аэропорту. Что случилось на этот раз? Кто испортил отдых казахстанцев, выяснял Марат Токулин. Ожидать рейса в Турцию более чем 150 пассажирам пришлось с 5 часов утра. Люди пожаловались на бездействие со стороны туроператора. В полном неведении, без завтрака и обеда туристы пробыли в здании аэропорта полдня. Должны были 2 часа регистрации, 5 вылететь. Потом нам звонят, говорят 8. Приезжаем 5 часов, с 5 часов здесь. И уже, я даже не знаю, теперь говорят 7, 7.30 вечера. Мы все здесь. А вы под воспитание что-то обеспечили вас? Ничем не обеспечили, ничем. Абсолютно ничем. Представитель турагентства, где все эти люди купили билеты, объявился в тот момент, когда задержка чартера составила порядка 8 часов. Ему пришлось отбиваться от словесных нападок недовольных туристов. Как выяснилось, самолету компании «Лук Айра» турецкая сторона отказала в посадке. И договоренность была достигнута с бортом Jet Airlines. Но туристов в первую очередь интересовал вопрос компенсации. Через агентство, там где приобретали путевки, туда пишите заявление, пишите вопросы компенсации. Мы не знаем, у кого какой отель, какой срок, количество человек и так далее и тому подобное. Пишите там, куда вы покупали, то есть прикладывайте все документы, которые у вас были. Соответственно, будем решать вопросы компенсации. Компенсировать будем однозначно. В итоге измотанных от ожидания пассажиров накормили горячим обедом и дали слово, что вылет в Анталию сегодня обязательно состоится. Правда, точное время так и не было обозначено. Напомним, аналогичная ситуация произошла на прошлой неделе с туристами «Гульнар Тур». Марат Токулин, Бауржан Нарымбетов, Информбюро, Астана.